приветствую вас ребятушечки да я уже сетя заказал себе новую клавиатуру мне сегодня привезут так что следующем выпуске вы уже наконец-то не будете слышать этого противного пробела скрип скрипящего да я все никак что не заказывал так значит там куда нам надо к столбу это у нас эвелин хоу а это у нас а тогда мы нужна это эвелин холла ага то есть нам нужно короче хоряк полю пшеницы от или к карстену до лучших карстену оттуда добираться уже так где это познавательный столб винили телепортационный до карстен карстен до туда уже отправимся к этой эвелине это же допускай выбор не сильно большой по два человека на одну роль повторюсь но ведь в то же время так где-то сзади но ведь в то же время я такая что все будет меняться да то есть ты берешь этого чувака тебе там одно берешь то вот давай другая уже будет сцены по-другому будет проходить как я понимаю да приятное место как идут дела путники тянутся на север много среди них беженцев а этим всего не хватает так что концы с концами свожу ну а солдатами ты ладишь с ними когда поторгуешься когда едва откупишься а так на так все равно в плюс выходит ну и хорошо я взгляну на твои товары братишашечка но он тоже не полный чекся тебя покупает деньги у него есть отлично давайте продадим мячи золотого города да но больше продавать нам даже и нечего есть так посмотреть ну да тут шкуры уже клыки диких капотра что трубки можно продать да зачем нам это дерьмо вот старую овечью шкуру да там лошадиную шкуру свечу вот такой вот говнецо можно принципе по продавать а все остальное уже пожалуй нам пригодится будь здоров надеюсь мы еще свидимся будь здоров братишашечка так и вели на эвелинка ты на какой-то ярмарке что ли я что он там такой вдалеке даже непонятно циркачи а не тут представление вот с этим торговец может можно будет с ним в винт поиграть бард бард одишь торговец а вот не хочешь мне случаем чего-нибудь продать товар не волк лес не убежит карты тоже давай давай братишка ты что так ты что любишь ты что ты должна быть любишь любишь играть карты окажется не там ты ищешь свое призвание откуда такие выводы потому что вместо того чтобы расхваливать свои товары и все время болтаешь о гвинте у него одна и та же по это фразочка да ну давай сыграем да мне карты нужны там уникальные партиечку меня уговаривать не надо ну что опять за чудовище или уже какую-то другую я даже не знаю 4 же тоже зачитывая что уже столько играем может за теку другую колоду и отдать еще вот эту партию за чудовище а уже следующий если что будем брать там каких-то там тимерию там или кого-то такого так чучело может пригодиться на киры это хорошо гюнтер это хорошо глава вас то хорошо вот вампира надо поменять по-любому до вампира меняем вас тоже меняем он а шпиона дал отлично вообще так кстати неплохая колода не идеальная да но очень даже неплохая давайте начнем с накеров ухо у него такой серьезный братишка кстати говоря так продолжим ким гологлазом что ли давайте может быть еще этого придурка поставим элемента ля элемента вича ты тоже сдаваться не хочешь да скотина ну на тебе еще вампиров противник спасавал да но я тогда что я тогда забираю своего этого чувака и тоже пасую так раунд я выиграл и у меня даже один накер остался ни хрена себе ваш ход ну давай 5 элемента ля так и не ферда на тебе шпиона мух ни хера себе и цирилла и 300 это тебе хана братишка я такие две карты выбил что просто охренеть можно прям скажем да не считая того что у меня же так были неплохие карты прямо скажем да у него сейчас тоже парные будут блин надо было ранее много сейчас вы поставить бы этого чувака да он бы сейчас бы очень в тему был бы давайте гюнтера поставим человека зеркало было почему-то осадный не ставится прикол какой-то такой да видите что у гологлазого я заметил что у гюнтера то есть если ты ставишь допустим ближний или дальний бой да то только две карты а если осадного ставишь то ставится и осадный и эти два чувака вот почему-то такая фишка какая-то были неприкольная на самом деле короче муха на у меня тоже цирила еще и леший есть еще и карта да еще и карта лидера то есть я еще могу кого-то воскресить даже вот сейчас например кто этот самый крутой а тут нету все по четыре да вот пятерочка у нас есть этот катакан да потом на тебе катакана на тебе лешего и на тебе уже для полного попуска еще и цирилу да так 20 крон от понятно ширу мы выиграли она это походу что есть тот чувак насколько я понимаю с к т л который да ну да вот ширу на чиро хирен и чувак да у него восьмерка еще и кайзин на нем работает но он только за этих чуваков да только за сквота или да хорошо а купить что у тебя можно до купить что у тебя можно я хотел бы посмотреть твои товары ах это ну ладно ну игрок ты довольно таки хреновый да у гюнтера 1 еще у него есть смотрите фольтест и мг рваным рейс мне пора если будешь искать партнера для игры ну хорошо да так давайте посмотрим мы еще 2 гюнтера получили где-то вот у отлично стиращи 3 гюнтера прикиньте чуваки но мы его тоже везде суем потому что хорошая карта да и нильгард в королевство севера тоже иску это или тоже давайте следующую партию хотя за сквота или поиграем интересно будет что же отлично неплохо поиграли у гвинт прикупили себе карт новых причем принципе довольно таки неплохих что за барин как только у нас неприятности ты валишь всю ответственность на меня как тогда в море баре помнишь лапушка не уходи от темы я могу помочь смотря чем ты кто такой геральт из риви ведьмак ты вели на гала ласочка для друзей ладно мэрин успокойся а ты говори чего хочешь побеседуем с глазу на глаз и вели не от меня нечего скрывать а а ты должен был помочь расставить скамейки срочно но ну ладно так чего ты хочешь для тебя есть работа правда какого рода анонимное выступление в одном аукционном доме без публики во награду все что унесешь мы можем договориться видишь ли у меня проблема нужно убить чудовище я слушаю в чем она состоит понимаешь один из наших артистов ван соколиный глаз потерял зрение напился какой-то дрянной сивухи жаль его конечно но дело не в этом мы продали все билеты на наши выступления зрители ждут так что или кто-то его заменит или надо будет возвращать деньги и все бы ничего да только мы их уже потратили уже вижу к чему все идет ну тогда сразу к делу выступи здесь вместо ванна и я тебе помогу а что нужно делать скакать через пылающий обруч нет берешь арбалет и стреляешь в цель можете я заплачу за возврат билетов наверно так было бы проще но интересно будет по справимся ли мы с этим заданием на с арбалета пострелять ну из арбалета я стреляю неплохо добро я участвую прекрасно ну что начинаем людям не терпится прямо сейчас вот так без репетиции да что тут упражняться тебе просто нужно выстрелить в цель ладно было не было начинаем вот это мне нравится не боишься рисковать да идем да ну при святого баба проще заплатить но куда интереснее пострелять и победитель состязаний стрелков в ангрене а там нужно будет за за какое-то время нужно будет попасть хватая арбалеты за дело не поли контору придурок чё ты как дитё мало чего ты ждёшь стреляй нихрена си все же все попали кстати это было не сложно но чувак рисковый великолепный номер геральта из ривии завершает наше выступление благодарим вас за внимание жалко что этот дядя не стрельнул в я не верил что переживу это славная работа геральт ну одно выступление позади когда следующее ну тоже достаточно было просто до согласитесь интересно вот тот момент когда из-за дросского ничего нету как с этими кулачными боями конченными да ну при этом не скажешь там прямо уж так очень просто все таки было попасть и при этом очень интересно ведь геймплей действительно то есть то сначала ты учат участвуешь типа в торгах да на аукционе можешь купить себе какие-то уникальные предметы да потом ты вот даже в церковном выступлении участвует что блин классного классное дополнение знаешь дом травника неподалеку зайди и спроси у него вытяжку из кровавника тайна обожаю тайны до встречи ведьмак так теперь послушать разговор аксинфурских солдат патрулирующих аксинфурт и выяснить где искать пух повара да я понял то есть теперь нужно травануть этих солдафонов чтобы они обосрались да хорошо хорошо так одетом к этим аксинфурским солдатам это далеко не таить это сильно очень классное дополнение мне но очень нравится тем что в натуре очень такой разносторонний геймплей да вот он реально разнообразный разносторонний увлекательный то есть нету ничего такого однообразного да то есть пока что натуре дополнение просто шикардос ничего не скажешь так куда там нам надо сюда сядет наверное лучше всего где-то отсюда блин когда я же уже прическу сделаю такая подстава что в аксинфурте нету парикмахера а в новиград как бы леньки топать чисто ради прически да еще очень хочется конечно наконец-то поднять уровень до того значения чтобы мы могли уже наконец-то одеть наши афирские доспехи но слушаем это для того чтобы поместить ага именно чтобы все потому ты комиссию не прошел заплатить чтобы пойти в армию я ты думал меня уже ничто на свете не удивит ни слова поле Эй, эй! Блядь, закрыли пассифору скоты. Соди, лучше не попадать. Почему это? Потому что одни, одни хлопоты. Ха, ничего интересного. Не могу понять. Послушаем. Ну? Послушаем. А, сегодня на ужин должно быть рыбный суп будет. О! О! А ты откуда знаешь? А я когда с утра шел через западные ворота, видел Мартина на причале с уточкой. Да, блядь, ну бред же, ебаный, просто, а? То есть они, типа, идут по направлению к тебе, тебе нужно все время отходить, чтобы, типа, ты не был слишком близко, да? Не повар, а сокровище. Я жаловаться в михватку, про мизей. Сам нам жарку достает. А то, еще бы он не пихал чеснок в каждое блюдо. Причал недалеко от западных ворот. Больше вам не знать и не надо. Все, навестить в течение дня гарнизонного повара и убедить его помочь. Ой, где там наш ближайший телепортационный столб? А, так он тут рядышком. Угу. Что, может даже пешочком туда пробежаться. Какие-то перешуганные бабы у них, да? А? О, сука. Кстати, надо поставить себе арт. Зачем мне тут акси? О, вот и парикмахер, блин. Я ж думаю, должен быть парикмахер, правильно, в таком-то заведении, в таком-то городе. О, отлично, цирюльник. Давайте сейчас как раз по дорожке себе сменим, наконец-то, прическу, да? А то ходим как остолопы с одной и той же прической. Уже хрен знает сколько времени. Мое почтение. Чем могу помочь? У тебя есть бритвы и ножницы? Отлично. Подстриги меня. Цирюльник из-за канавы. Так, начнем с того, что да, подстриги мне бороду. Так, слушай, давайте, может, что-то выберем. У него тут есть, смотрите, пышная спанелка и усики, и усы, и бороду оставить, коротко постричь, гладко выбрить. Аккуратные бакенбарды. А что за аккуратные бакенбарды? Блин, ну даже не знаю, да? Ну как-то, наверное, для Героя-то это не очень, да? А усы и бородка под губой. Давайте все посмотрим, по приколу. Снова у нас денег дофигища. Давайте посмотрим, что там из-за варианты. Ну то, не, это точно, это педофильская какие-то хрень. Пышная спанелка и усики. Давайте посмотрим, что это такое. Ну, наверное, лучший вариант просто гладко выберить будет. Вообще, маловато здесь причесок, на самом деле, согласитесь. О! А что, вот это неплохо. Вполне. Длинные распущенные волосы, длинные волосы, узел на затылке, конский хвост, остальное собрать. Волосы распущенные не слишком длинные. А ну-ка. Да нет, педофильская какая-то. А просто длинные распущенные волосы. Жалко, нельзя сделать себе за часом, как в первом Ведьмаке. Вот там были у него идеальная прическа, да, каноничная такая. А здесь ты даже берешь эти длинные волосы, но они не совсем ведь такие, да? Типа, это самые длинные волосы, но они ж реально, как бы, блин, ну ладно, тут охотиться, пожалуй. Да, помните, в первом у него были волосы прям реально очень-очень длинные, чуть ли не по поясницу, да, не по задницу, не по копчик. И я живу, это было реально канонично, а здесь вот какой-то, блин, ну вообще. Они-то длинные, но не такие, чтобы очень длинные, да? Ну вообще, по-моему, правильно мы сделали, что сменили стиль, потому что уже надоело с одной и той же прической бегать, черт знает сколько времени. Да и, по-моему, неплохо сменили, на самом деле. И, кстати, очки, конечно, блин, мы сейчас как какой-то Гарри Поттер гебаный бегаем. Даже не знаю, может, в натуре их снять, да? Да хотя нет, четенько, четенько, да. Так, вот там где-то у нас поваришка, рыбу ловит для ушечки, наверное, да? Хочешь, наверное, ушечки наварить своим солдатикам. Докер. Март. Какой повар, надо думать. Братишка. Ну как там, клюет? Ну да, клюет. Ну а ты? Чего? У меня тут одна микстура. Заплачу тебе, чтобы ты подлил ее в суп парням в гарнизоне, когда я дам тебе знак. Ничего страшного. Им просто покажется, что рыба была с душком. Это тебе будет дорого стоить, дружок. Много ты хочешь? Слишком много. Может, поможешь мне бескорыстно? По доброте душевной? Да. Помогу. По доброте. Жди сигнала. И никому не гугу. Уразумел? Все, отправиться к дому травника, чтобы подготовить налет. Хорошо. Подготовительные работы мы, в общем говоря, все выполнили. Давайте сейчас к этому телепортационному знаку, а оттуда, короче говоря, портанемся уже к этому братишке травнику. Интересно, как сам налет будет выглядеть, да? Очень интересно или нет? Потому что пока что все, конечно, очень четенько, очень захватывающе. Ну, на то он и ведьмак. Так, значит, куда там нам надо хижина травника? Хижина травника. Да нет, драться я не хочу. Там уже все в сборе, небось, да? Братишка у тебя тут. Уже все тут-то сидят. Кстати, помните, когда квест брали у этого чувака, я даже вообразить не мог то, что потом окажется, что он будет настолько квестовым этим гномом, да? Я думаю, у него только квестов на чудовище, там, блин, на что там, да, на людоедов, да, и все, аудио. Вы, барышня, может быть, свободны, потому как я с недавних пор, да? Да неужто? Быть не может. Кто же это мог упустить такую выгодную партию? Наконец, все в сборе. Пора начинать. Этот налет дело серьезное. Так что, если кто-то из вас сомневается, пусть уходит сейчас. Пока еще можно. Наша цель аукционный дом Барсоди. Конкретно, сокровищница. Эвелина, ты войдешь в башню, как только пройдет патруль, и спустишь нам веревку. У нас будет не более пяти минут. Этого хватит? Более чем. Великолепно. Поднимаемся в башню, оттуда в аукционный дом. Внутри никого не должно быть. Но если что, у нас есть Геральт и его мечи. Потом вниз, в сокровищницу. Казимир взрывает дверь. Мы входим, берем добычу и испаряемся через тайный ход. У меня все. У кого есть вопросы? Позволь очевидный вопрос. Если в сокровищницу ведет тайный ход, к которому мы уйдем, почему бы нам не войти через него же? Хороший вопрос. Почему? У каждого коридора два конца, правда? Но я знаю, как найти только тот, что в сокровищнице, а другой где-то за горлом. И я понятия не имею, где именно. Ага, чудно. Так если все-таки... Если бы как-то смог это выяснить, вы были бы мне не нужны. Так что поверьте, я пытался. Еще вопросы? Нам нужно опасаться еще каких-нибудь мер безопасности? Ловушек? Ничего особенно серьезного. Вот здесь, на первом этаже, есть шнур от колокола в башне. Если он зазвонит, у нас будут неприятности. Как сделать, чтобы он не звонил? Не дергать за шнур. Все как я сказал. Аукционный дом будет пуст. Я не жду каких-то проблем. А хранилище? Как оно охраняется? Что бы там ни было, смесь селитры, пороха и фульмината серебра сделает свое дело. Что-нибудь еще? Все выглядит прекрасно, но... Что если что-то пойдет не по плану? В этом случае... каждый сам за себя. Вот так вот просто? В этом ремесле нет места дружбе. Добро. Беремся за работу. Нечего тянуть кота за яйца. Замечательно. Встретимся у ворот рядом с башней ровно в полночь. И убедитесь, что за вами не следят. Я дам сигнал повару в гарнизоне. А что с масками? Рожа-то у меня приметная. Оставь это мне. Да, и еще одно. Если кто-нибудь из вас донесет стражи, разболтает за пивом. Убей. Собственным рукам. У меня там вообще какое-то... Левое было предостережение, да? Потому что я думаю, что тут... Среди собравшихся таких... Балабовов, что называется, нету. Ха, я смотрю, ты знаешь, как вдохновить на труд. До встречи на месте. Убейся к воротам возле аукционного дома Барсоди в полночь. Так, где там телепортационный столб? Не знаю, тут побегушки туда-сюда. Но с одной стороны, там вроде бы реалистично. То, что у нас есть там какая-то точка сбора. Добавляют опять-таки душевности, атмосферы. Но побегушки туда-сюда, честно говоря, тоже напрягают уже со временем. Да здравствуй, да здравствуй. Плевать меня, тянь, тянь, тянь. Так. Где-то здесь, да? В переулке хотели. Ага, хорошо. Давайте-ка засевимся. И будем ждать до полуночи. Так. Почему всегда в полночь, да? В любом кино, в любой игре всегда какая-то... ...опираться именно на полночь. О, братишка, обосрался уже, видите? Микстурка-то подействовала. А че у меня очки сняты? Капец, а? Братан, ты зачем очки снял? Мухвальная расторопность. Отлично. Всего один патруль. Твоя микстура должно быть сработала. Эвелина, готова? Ты шутишь? Конечно, да. Так маски давай, придурок. Три, два, один. То одежду-то он выдал, а маски-то не выдал. Все чисто. Давай. Блин, ниндзя-чебурашка-то, смотри, а. Что творит, а. Грёбаные птицы. Вечно всё засрут. Что? Я вам покажу. Фига у неё навыки, а. Патруль идёт сюда. Все наверх. Быстро. Ох, ё. Лучше бы уж было взорваться. Давай, лезь, старый пердун. Блин, это чё, я с краснолюдом прогадал, что ли? А, нет, не прогадал. Старовато он уже для таких дел. Да, не время. Но позже мы это обсудим. Можешь быть уверен. Я буду к твоим услугам. Если здесь один стражник, впереди могут быть ещё. Доставай меч. Нет. Что так? Я не буду убивать. Я уже сказал. Ладно, надевайте маски и идём. Хм, король. О, тут ещё потырить, походите. А хотя, ладно, давай, погнали. Куда, куда идти, ёпта? Братиша, шашечка. Ага. Кстати, а что она мне сейчас за доспехи? Мне просто даже интересно. А, ничего, нету, да? Пустая ячейка. Я просто думал, что можно будет хоть увидеть, что у меня сейчас за доспехи. Ну ладно. Пока что чисто. Путь-пу, чтобы не сгладить. Хорошо. Но всё равно держите ухо, астрон. Я и держу. И уже заметила кое-что, что взяла бы себе с удовольствием. Да сейчас. Надо попасть в сокровищницу. Ясно? Так что вы стоите в учеблете? Пока Геральт не пойдёт, ничего и предпринимать не будет, что ли, придурки? И потому мы поднимем начальную ц... Что? Стража! Стража! Ну всё, сука. Хана. Ты говорил что? Я знаю, что говорил. Вперёд, пока они не подняли тревогу. Такого этого дебила меч настоящий. Что это может быть? Да, блин, я деревянным мечом их буду 3 часа долбать. Я уроны практически не наношу, практически, да? Правда, и они мне практически не наносят. Это да, но... Мне от этого не намного легче. Да, у этого дебила настоящий меч. Не дайте его, не дайте ему уйти! Упадла, а! Короче, план пошёл по пизде. Как это обычно бывает, да? Блядь, чувак слишком жёсткий какой-то, честно говоря. Закрылся изнутри! Дьявол! Чёрт! Сдавайтесь! У вас нет шансов! Посмотрим! Но у нас есть заложники. Пощадите! Считаю до трёх и входим. Раз, два... А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Ещё один шаг, и здесь начнут гибнуть люди. Спокойно, давайте договоримся. Озвучьте нам ваши требования. Выторгуй нам немного времени, Геральт. У нас одно требование. Уведи отсюда своих людей. Не могу на это пойти. Можешь. Только не хочешь. Зато я могу кого-нибудь убить. Сделайте, как они просят! Умоляю! А-а-а-а-а-а-а! Успокойтесь! Не надо никого трогать! Понятно? Нет, ничего проще. Отзови своих ребят, и все будут жить долго и счастливо. Повторяю, это невозможно. Но мы можем с вами как-нибудь договориться. Ну, то-то расскажи какую-нибудь шутку. В таком случае, дайте нам повозку и лошадей. Среди ночи? Где я сейчас это найду? Думаешь, гроб будет найти проще? А-а-а-а-а! Он не шутит! Ты прав. Проще будет повозку. Какая нужна? Это должна быть карета с коронацией Родовида и два белоснежных коня. Ты тут шутки шутить вздумал? А ты? А-а-а-а! Нет! Вы оба правы! Это не шутки! Я хочу, чтобы мы договорились, чтобы никто не пострадал, но не требуя от меня невозможного. Ты второй раз мне отказываешь. Скверный стиль переговоров. Видно, переговоры, это не моя сильная сторона и не твоя. В атаку! Все-таки с Родовидом я перегнул. Тут ты перегнул. Я думал, что еще больше времени тогда мы выиграем, да? Да, блядь, я этим деревянным мечом буду его три часа пиздить. Ребят, вы серьезно? А у меня, кстати, бомба есть? О, есть! Ну, сколько мне еще взять? Давай, я их поджигаю, а ты их бей, придурок. Переговорщик, ты хренов. А у меня 6, это такси. Ага. Ага. Нормально. Черт, если бы не этот взрыв, обошлось бы без боя. Если бы не этот взрыв, мы не вошли бы в закручницу. А где Эвелина? Сбежала. Тем лучше. Меньше желающих делить добычу. Пойдем, пока не подошло подкрепление. Чуть-то Эвелина до конца с нами не пошла, а? Ошибся я в ней, значит. Как там говорят? Если пляшешь с дьяволом, пляши до конца, да? Так, давайте арт опять выставим и давайте наш факел, наверное, достанем. Все равно уже можно и не палиться, а видно хреново. Чувствую я с этим незнакомцем в конце мы тоже будем драться, наверное, да? У меня такое предчувствие, что он в конце решит нас как-то кинуть или что-то в этом роде, потому что план у него с самого начала не завязывается. Да он еще и всех мочит настоящим мечом замест деревянного. Кстати, Адей еще гном делся. Он-то взорвал, и кот пропал, что ли, тоже? А красиво бабахнуло! Громковато, правда. Надо было добавить больше гремучего серебра. Хотя... Меня это не интересует. Никого это не интересует. Идем. Геральт, ты впереди. Почему я? Потому что я за этим тебя взял. Топай, времени мало. Ну да, хмырь какой-то, в общем, говоря. Вот, идти с чем поживиться. О, Флориан, и ожерелье сжаем, чем? Давайте, давайте, ребятки. Да, ты шо? Давайте все натырим у этого ублюдка. Он мне не нравится. Те же картины были на аукционе. Неприятный типочек. Так мы его полностью обшпанаем, будет знать, как Геральта выставлять за двери. Правильно? Ребята. Да, опять эти картины, которые там были. Странно. Так, вот, тут еще что-то у нас есть. Блин, изумруды. Тут всякого говна, кстати говоря. Сюда, нам, да? Да ты знаешь, с кем тягаешься. Еще бы. Знаю. Даже слишком хорошо. У него тут Биба и Боба какие-то. О, у меня... Эвальд. Привет, братишка. Сколько лет? О, чтоб меня понос прохватил. Братишка. Безволь объяснить нам, Эвальд Барсоди, какова на самом деле цель этой семейной встречи? Месть. За предательство. Годы нищеты. Годы нищетыре. Унижений. Это мне отец завещал, аукционный дом. А Хорст меня обманул. Лишил наследства. Лишил всего. Потому что все, что мы заработали, ты стал спускать на карты. И девок. Отец этого не видел, а я еще как. Это тебя не оправдывает, Хорст. И жизни тебе не спасет. Вы двое, вступитесь за меня. А я помогу с реданцами. Дам все, чего пожелаете. Так, соблазительное предложение. Я его принимаю. Ты меня не подкупишь. Я остаюсь с Эвальдом. Не имею желания ввязываться в свои темные делишки. Ну, вообще... Мне, честно говоря, этот Эвальд не очень нравится. Но Хорст тоже тот еще ублюдок. И если мы уже с Эвальдом, то давайте уже будем с ним до конца. Отчаянная попытка подкупа. Раз, два и три. Что ж, желающих нет? Итак, возьмем все, что захотим. После того, как вырвем тебе ноги из жопы. Золотые слова. Взять их. А у меня уже настоящий меч, да? Так. Да блин, да не то ж. Ты, бля... Блядь, сука. У меня еще есть. Ладин готов? А с кем ты тиграешься-то, ёпки? С Геральтом-то, ёпки. Не будь смешны. Я предполагал иной исход. Забрать бумаги и вышвырнуть тебя на улицу. Ведь говорят, что месть нужно подавать холодным. Но и горячий тоже. Неплохо. Умоляю, пощади меня, брат. Проси все, что хочешь. Правда? Неужели все? Все! Перепиши на меня все, чем владеешь. И иди отсюда. Прямо так. В одной одежде. Позволь мне что-нибудь взять с собой. Хоть что-нибудь. Бартишка уже карманы набивает. Какой-то ты сильно жесткий, братишка. Ни хрена себе. Ладно, отдавай мне мой дом, да я потопал отсюда, ёпки. Да, смерть кей жуткая. Ты доволен? Более чем. А ты? Нет. И не буду доволен, пока не найду дом Максимилиана Барсоди. Ты говорил, что он здесь. Так и есть. Вон там. Но... Боюсь, что ты его не получишь. Видишь ли? Там внутри завещание отца. И согласно ему, пропавший некогда Эвальд Барсоди теперь получит все. А Геральт из Риви, которого ты обманул. Что ж, ему придется взять себе что-нибудь еще. Мужики, 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 успокойтесь. Не вынуждай меня. Вдруг я захочу взять твою голову. Ты ранен, утомлен. Похоже, у меня неплохие шансы. Ха. Глупое решение. Впрочем, как угодно. Давай быстрее, пока солдаты сюда не добрались. Как я уже говорил. Я к твоим услугам. Казимир. Стань на мою сторону. Я сделаю тебя казначеем. С жалованием в тысячи крон. Прости, Геральт. Но деньги есть деньги. Сам понимаешь. Я тебя порверу! Ну давай! Это ты зря, Казимирчик. Честно говоря, ты мне так понравился. Я вообще люблю краснолюдов, а ты так вот, да? Ну, как угодно. Так, бомбы мы все потратили. Но у нас еще есть чертов гриб и мастерская картечь. Ну, кстати, у нас бомб нормальных даже и нету больше, как видим. Да. К сожалению. Блядь, да я же отпрыгивал. Что за бред? Блядь, так они оба дерутся, кстати, реально неплохо. Что за прикол? Ага. Ну, вот и неплохо. Ты не ту сторону выбрал, Казимирчик. Совсем не ту. Все, Казимирчик, она. Да ну блин! Дядь, вы видите, я такой прикол на ровном месте слился. Уже, главное, выиграл сражение. Считайте, что, да, уже все уже было. И это так на ровном месте пропустил этот удар, блин. Ну, капец. Да, ну Казимир меня реально, я че-то, че-то я не ожидал. Че-то такой вроде бы толковый был краснолюдик. И вообще краснолюды вроде такие толковые ребята. С одной стороны, да, деньги есть деньги, и он все-таки воришка, но... Ой, я от него больше чести ожидал все-таки. Надеюсь, автосохранение было там, где уже бой с этими двумя фуфелами, да, а не там, где бой еще с самим Барсоди, как они-то любят делать. Да че ж так долго грузится-то, а? Ну блин, да. Вот это, в натуре, вот, тупой прикол. Почему он автосохранение делает, я же говорю, христо. Ну давайте мы убираем все те же варианты, да, что и были. Так, проходите, так. Ага. Ну, ох, оно его мочит, да. Давайте это сейчас поперематываем. Блин, у меня у меня, увидите, уже... Как угодно. Так, потом нам, значит, нужно намазать наш меч ядом повешенного. А у нас белый мед есть, правильно? А, нету белого меда. Давайте выпьем белый мед. Под F. Потом приморозим придурков. Ага. Блин, че за бред опять, а? Все, Казимирчик готов. Давайте болтать, к бою. Вот как можно вот так вот блокировать удары, вот объясните, да? Это ж полный бред. Жалкое зрелище. И че? Серая шкура белого волка. А где Казимир? Я хочу Казимира обыскать. У него только шелк был. Так, подлечимся. Так, фуарены, золотое блюдо. Ну, доспехи брать не будем, да. Немного весят. Просто как найти этот дом? А, хотя что он возле него стоял, поэтому, по идее, даже будет не сложно. Ага. А, и он еще и на карте подсвечивается. Но мы давайте все сначала такое еще посматриваем. О, афирский арбалет. Кстати говоря, не зря мы решили, чуваки, пообследовать, да? Территорию. Нифига себе. Нашли действительно что-то уникальное. Блин, тут просто бешеные доллары запрятаны, вы зацените. Офигеть. Все, да? Ой. Все, да. Это мы уже все вроде бы как обыскали. Ну да, вроде бы как все. А вот этот братишка его обыскать нельзя, да? Хорошо. А то, что мы ищем там. О! Отравленный стальной меч школы змеи. Кстати, давайте сразу арбалет посмотрим. Мне даже интересно. Значит, наш арбалет школы кота. Такой-то, а школы змеи... А! А вот, афирский. А, афирский фиговый. У него урон даже хуже, смотрите, да? Плюс 200% сила атаки. У нас здесь и 25% сила атаки. И еще всякие приколы, да? Поэтому. Я как-то большего ожидал, если честно. Черт вы, свечки. Через минуту здесь будут солдаты. Черт, побереги этот тайный ход. Так, хорошо. Может ведь уже одеться, да? А вот эти доспехи, что на нас были? Доспехи новолуния. Ага. Так, а это все выбрасываем. Штаны новолуния, да. Перчатки новолуния. Сапоги новолуния. И доспех новолуния. Маску тоже, наверное, выбросим, да? Или нет, пускай будет, на всякий случай. Деревянный меч выбрасываем, да. Очки одеваем. Так, найти выход, да? Ну вообще, все как я и думал, что с этим придурком все-таки будет подстава, да. Что он нас все-таки решил потом кидануть? Ага. Сплощили тут. Вход должен быть здесь. Как его открыть? Давайте попробуем старым добрым ордом. Но это было бы слишком просто, да. Так, надо найти какой-то рычаг, я так понимаю, да? А вот с этим меч, меч в камне. Нифига, он не юзается, хорошо. Без каких-то всякого добра, это капец, чуваки. Блин, сейчас стража придет, я фигней хожу, занимаюсь, да? А вот-вот, вижу, ага. Так, а выход был там, да? Здорово. Ну, квест классный. Кстати, интересно, мы еще и Велину встретим, или все-таки она смылась и с концами. А так-то квест классный, да. И нежданные повороты событий, и в конце такая потасовка, развязка, что называется, да, неплохая. И вообще, так очень все стильно сделано, знаете, мне понравилось, правда. Только что ж такое этот дом в Барсоди? Там так и не показалось, по-моему, да? Он просто взял какую-то шкатулку, и... А что в той шкатулке так и даже еще не показало в натуре? Все-таки интересно. Все, отнести Ольгерту теперь эту хрень. А давайте даже посмотрим, просто банально. По идее, это у нас в квестовых предметах, да? А, да, вот, дом Максимилиана Барсоди. Ну, тут ничего, просто какая-то шкатулка, да. Походу, шкатулка, в которой завещание, как сказал тот придурок, помните? Только зачем он Ольгерту? Может быть, он тоже как претендент, типа, на эти вещи или что? Или может быть, типа, тот, у кого завещание, а тот и аукционным домом владеет? Хрен его не знает. Ну ладно, ребятки, что ж, мы справились, квест был неплохой. Собственно говоря, каменные сердца продолжают меня радовать. Да, давайте мы, пожалуй, на этом наш выпуск закончим. А в следующем отремон... А в следующем туда, короче говоря, отремонтируемся. И пойдемте... Наверное, следующий квест на Ольгерта проходить. Там, где надо, чтобы его брат повеселился, да. Мертвый брат, да. Займемся, наверное, этим. А потом сразу два квеста ему и сдадим. Да, так что на этом, ребятки, у нас все. Я вам, как всегда, благодарен за просмотр, за подписки, за лайки. До новых встреч. Пока. Пока.